Поэтому вот эта традиция, что за рекой и некая гора превращается в ракуум, это просто прелесть. Это знаете, что такое? Это взрослый хуймур, водный хуймур, мама с только что разившимся ребенком. Ну как с хуймуром? Ну прекрасно. Вот так вот, молодой. Ну уже нет. Да, это прям огненно. Есть изображение, есть вообще понятие даже какого-то огненной лягушки как части энергии, вот она тоже изображается с фастикой, ну практически с фастикой. А они с драконами? Только как энергетичность, энергетическая сущность. Дракон все-таки более высокий, а лягушки более земные и даже поднимые. Ну нет, понятно. А где встречаются огненные лягушки? Ну вот, орнамент всем, столь, что-то справедливо со своими всем. Молодец. Ну это вот вот кондонский вариант. Но будет вот практически вот, вот если без этой лягушки, будет изображаться вот в таком же сфере. Почему-то шли. Елена Николаевна, а вот все-таки насколько традиционно творчество Светланы Зарасимовны? Она вот практически, она все, все свои образы выкладывает в традицию нанайскую. То есть и костюм. То есть, в общем, сейчас же Эдбак Маса, от мужского костюма в полном виде заметно, что она его видела. То есть, она знает, из каких элементов он состоит. Он здесь такой... Единственное, что этот слой низу немножечко совсем отличается. А так, сейчас же, вот, и кармасу уже не рисует этих наушников, нет. Так, шапочку а-ля вот это сделают, и все. Поэтому вот на корейнике мужские и женские уже практически не знают этих различий. А у него они все еще в правильном исполнении, когда мужские, украшенными сверху, женские украшены снизу. То есть, что-то будет видно. Вот поэтому, да, и она все записывает, вот этот спирально-леточный орнамент. В принципе, узоры Преамурья — это спирально-леточный орнамент. И она все даже, вот этих вот жужжечек, да, вот все равно она вот эти ленты заворачивает, закручивает в спирали, и в данном случае еще и вышивает вот в этой вышивке, в тамбурные козли, когда растягиваются эти стишки. Единственное, что у нее достаточно широкое лента такое изображение. Ну, это уже, вот это уже ширина ленты, это уже постепенно стереться от характера и авторства. Потому что, знаете, все-таки считается, чем тоньше, тем интереснее. Клеемовость такая характерная для орны, ну, это уже вот такие были поздние вещи, когда не вплетается дополнительная, да, вот здесь уже была бы орненциальная рамка, уже законченная была бы композиция. Ну, здесь мне даже сложно говорить, она вот стала их делать открытыми, в том числе и общаясь со мной, то есть она перестала все это заключать в рамки, потому что, я говорю, у вас очень крупные изображения, широкие линии, потом замыкаете так сильно, что им не хватает простора. Ну, вот в этих ковриках вот осталось то, как изображаются ковры, да, то есть, в принципе, композиции были бы все закрыты в подобранной рамке. Это вот такая традиция ковров, подушек, обязательно было бы орнаментальное такое оформление. Она где-то вот, когда ковер оформляет, она начинает вот это все контами выкладывать, поддерживать, вот. А в этих картинных вещах вот такие, прям уже ближе к такой художественной, к выставочным, да, то есть, традиционно абсолютно форму, вот, а форму она выражает вот собственным, собственным языком, то есть, то есть, легко перекрещивает традицию прикладную и вот изобразительное изображение практически уже современное. Раньше все-таки это было, ну, все-таки подушечками, там, раме, салфетками, чем-то таким прикладным. Сейчас уже существует достаточно, да? Вот, вот это, это она сделала для того, чтобы нам могли посмотреть, показать, и в данном случае ушли вот каймы по краю. А вот это вот, ну, покажем так, более классическое, даже не вот, не вот здесь, а вот это выше, и краешек, вот это вот, большой. Хорошего. Вот такая. В принципе, на Найской же подушке это валик, и вот торцы, да, имели некое, вот, клеймовое такое изображение, аргументальную розеточку, и когда они лежат по стилю, иначе по стилю лежат. Вот бабочка, ну, это твой дракончик, твоя мамочка. Ты никогда чужое не возьмешь. Ну, и традиция еще когда-то больших, больших семей, небольшого, когда несколько еще не будет. Спасибо. Спасибо.